желчегонных препаратов в небольшом количестве а также вещества гепакс наташа казакова скажите может ли человек управлять тобой на расстоянии или это все бред я считаю что есть люди которые могут управлять другими людьми на расстоянии но это люди которые специально развивают у себя такие способности может ли обычный человек влиять на другого человека и заставлять его что-либо делать скорее всего нет то есть другой человек может создать для этого человека неприятную ситуацию или даже заболевания но управлять на расстоянии нет но я хочу вам сказать что есть такие психические заболевания как допустим психологические заболевания невроз который может привести человека к появлению допустим там депрессии или тревожных состояний может сформироваться допустим повторяющийся идея как допустим во время появления синдрома кандинского клерамбо это автоматическое повторение или выход из повторения путем автоматического решения то есть это могут быть такие заболевания которые необходимо на которые необходимо обращать внимание но не искать их причины в психологии или психосоматике а искать причины и находить выход в гормонах коры головного мозга дофамин серотонин и так далее там холин определять нейропептиды и после чего все-таки подбирать те препараты которые могут вот это все восстановить то есть это очень несложный процесс лечения возможно врач вам сможет назначить определить точно к какому из состоянии вы чем вы болеете и после чего назначит правильное лечение не стоит бояться или не стоит переживать что у вас есть психическое отклонение вот смотрите разве человек должен стесняться что он болеет гипертоническим заболеванием сердца разве человек может стесняться что он болеет допустим лаукома или катаракты но вы должны знать что геморроидальный узел у человека или молочница или допустим аппендикс или допустим там пневмония или катаракта или там аллопеция даже это все естественные заболевания человека каждый человек может этим болеть именно поэт даже психические отклонения психиатрические заболевания это все ни один человек от этого не застрахован именно поэтому я хочу сказать вам что стесняться или бояться этого не стоит принимайте себя не страдайте не ищите первопричин не слушайте никаких бабок обращайтесь к психиатру поверьте мне в большинстве случаев это очень несложное лечение обычно это там нейролептик там возможно это квитерон на начали сираквель это там там не знаю там возможно это там флоксетин там лечу что-то опять-таки понять сможет только психиатр то есть он сможет определить нет ли у вас эпилептических синдромов нет ли у вас там состояние тревожности или у вас панические атаки или вы в депрессии находитесь и так далее и это очень несложно начать лечить поэтому не нужно думать о том что кто-то управляет вами у обычных людей которые живут обычной жизни не появляется таких идей именно от того что у человека появляется эта идея и это и говорит о том что у человека есть психиатрическое отклонение спросите у любого знакомого знакомого вам человека есть ли у него или появляется ли у него идея что кто-то на расстоянии им управляет и не нужно считать бред потому что в слове бред я считаю находится угроза почему относитесь уважительно к тем состоянием которые у вас возникают просто просто унижаете состояние вы ограничиваете себя вы боитесь этих состояний и унижая себя вот таким образом вы отдаляете возможность стать вновь самым хорошим обычными совершенно здоровым человеком ухудшая в общем-то